дядя вова лучше всех чем дольше смотрю на все это тем меньше сомневаюсь а все почему потому что я вижу будущее не вообще именно в этом месте хотя не нужно быть вангой чтобы понимать к чему нам показали очередную серию горбатой горы снова путин и шойгу в ковбойских шляпах смотрят вдаль на горбатую гору и глаза их затуманиваются от любви к родине конечно шойгу двигают в преемники путина по типу медведева ну или еще как какая разница но только шойгу не медведев он другой сильный хитрый властный и уже 30 лет как министр совсем не против культа собственной личности плохо образованный не видевший мира поклонник балерин на танке а также фанат кепа гитлера в храме вооруженных сил за сто пятьсот миллиардов триллионов по многим своим тактико-техническим характеристикам сергей кожугетович напоминает иосифа виссарионовича что конечно приведет население в полный восторг я уже говорила что дядя вова лучше ну да зато шойгу хорошее средство от кадырова в качестве президента россии такой вариант тоже не чушь матери истории и значительной части населения для которой имеющаяся рука недостаточно сильная хорошо бы сильнее а кто у нас самый чуткий барометр это конечно владимир вольфович жириновский который и сам подался горбатой горе задолго до того как это стало мейнстримом очень точные и пророческие я думаю слова он сказал перед встречей путина с главами думских фракций хорошо смеется тот кто смеется последним перед арестом шутка ну да киргуду бомбарбия жерих знает что говорит в последние 20 лет в тюрьму отправляется примерно два процента элиты ежегодно то есть половина тех с кем путин начинал в 2000-м сейчас или в тюрьме или уехали ну какую дубскую фракцию не возьми там все то же самое у того же жирика фругал сидит а например знаменитый свое время депутат лёха метрофанов да ну в бегах мало понимаю люди всегда радуются когда сажают начальников будет больше ах ну да у нас канал про права человека а когда сажают начальников хоть директора бани сочувствия не дождаться так что пойдем другим путем привыкайте граждане к президенту по имени шойгу ни у кого не возник вопрос а как же выборы а вдруг он не выиграет выборы нет такого вопроса и быть не может хотя он тоже о базовых правах человека но кому интересно такая мута тень в смену эпох шойгу ведь лучше чем права человека а дядя вова вообще лучше всех а